Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кафе Шансы к их обслуживанию, химчистке и прочие разные вещи. Видно, умный человек сделал. С руками и с головой. Единственная проблема. Вот она. Вот это проблема. Сдам, продам, автомойку, ресторан, автосервис, автосалон с офисом. Сдам, продам. Чего ты продаешь? Хорошую такую вещь. Вот даже у тебя, смотри, какие красивости наворочены. А то место, место расположения всего этого замечательного комплекса не такое, чтобы здесь толпился народ. А усилия для того, чтобы наполнить это место народом, усилия, требуются, видимо, большие. Не хватает ни финансов, ни творческой мысли, ни способности выполнить такую непростую задачу. И поэтому бизнес не продается. И так, все классно. И автомойка с современными средствами. У меня машина сейчас там моется, я здесь живу. И салон, и ресторан доедет. И такая территория замечательная. И огороженная, и охрана. Все. Единственное, чего нет. Людей. Потока людей, которые бы перли сюда и пользовались бы всем этим, принося и себе удовлетворение. И хозяину финансовой радости. Вывод. Любой бизнес – это люди. Если ты думаешь об успехе, ты должен думать о том, чтобы у тебя людей было много. Если у тебя сайт, много людей должно быть на сайте. Нужно иметь одну генеральную задачу. Как сделать, чтобы много людей было на сайте. Если у тебя блог, значит, надо много людей на блоге, если у тебя есть такая цель. Если у тебя сетевая организация, если ты строишь свой бизнес, продавая продукты через сеть, с MLM-компанией какой-то, значит, первая и главная твоя задача – от тебя должны много-много-много людей в единицу времени узнавать о твоем продукте, о твоем предложении. Бизнес-предложении. Все. Если этого нет, ничего не будет. Если у тебя в голове этого понимания нет, ничего не будет. Какими ты красивостями не разукрасил свой бизнес, что бы ты тут ни наставил, ни наворочил, как бы ты тут ни подпрыгивал, нет людей – бизнеса нет. Нет людей – бизнеса нет. Люди просто на то, чтобы послушать вот это журчание вот этого вот ручейка, не являются. Они идут сюда за выгодой. Если у них есть выгода, значит, они придут. Но люди в качестве выгоды имеют в виду не ходить куда-то за 3-9 земель на новое место. Они хотят, чтобы ничего не делая, чтобы не двигаясь, не шевеляясь, как можно комфортнее, как можно удобнее, как можно дешевле и как можно качественнее. Вот исходя из этого, и нужно думать, как нам сделать так, чтобы в нашу сетевую организацию вливалось как можно больше людей. Это будет возможно только если наш бизнес будет простым, комфортным, удобным, чтобы любой человек, который включался в вашу организацию, мог делать свое главное дело – привлекать в этот бизнес других людей. Если чуть-чуть какая-то сложность, если чуть-чуть какой-то напряг для них, некомфортно, выйди на улицу розовой листовки. Это же так просто. 99% людей на второй день повторно не выйдут. Делай холодные звонки по телефону. Большинство не будет делать. Приглашай людей на мероприятия в зал с улицы. Большинство людей не будет делать. Большинство людей будет делать простые вещи, если они работают. Итак, итог. Если не хотите вложить деньги, усилия, а потом писать в сердцах, продается, сдается, продается, детище твое, то нужно заранее думать, заранее думать, чтобы бизнес был многолюдным, привлекательным, простым и комфортным. Всего вам доброго. Думайте над этим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!